Сначала расскажу немного о хирургии на открытом сердце в качестве губернатора от 1 до 2 процедуры. Затем расскажу, что будет в понятии хирургии на работающем сердце непосредственно о средствах визуализации. Основная часть будет посвящена устройствам, которые мы разрабатываем, в том числе роботизированным устройствам. И несколько слов о дополнительных средствах визуализации и о процессинге изображений и планировании операций. Хирургия на открытом сердце традиционно, наверное, многие знают, усуществляется через срединную странотомию. Это срединный разрез грудной клетки, когда грудина распиливается, раскрывается. Больной подключается к аппарату искусственного кровообращения, который на время операции заменяет насосную функцию сердца и газообменную функцию легких. Больной охлаждается, чтобы защитить ткани, сердце охлаждается и защищается специальным раствором. Только после всех этих приготовлений сердце открывается и на открытом, на сухом сердце осуществляется коррекция порока. Здесь представлены иллюстрации коррекции некоторых пороков. Это, например, закрытие дефекта межпресердной перегородки, одна из самых несложных операций при врожденных пороках сердца. Это коррекция пролапсометрального клапана. После того, как внутрисердечный этап закончен, сердце ушивается, воздух тщательнейшим образом выпускается, и только после этого сердце запускается. Методика, в принципе, была отработана уже многие годы. Первые операции на открытом сердце были начаты в 50-е годы прошлого века. Осложнений не так много, но, тем не менее, осложнения все еще есть, и они достаточно серьезные. Прежде всего, если не полностью удаляется воздух, даже малейшие пузырьки воздуха превращаются в воздушные эмболы, что приводит к инсультам, к инфарктам и другим осложнениям. Второе осложнение тоже очень серьезное, поскольку кровь во время искусственного кровообращения циркулирует по трубкам аппарата искусственного кровообращения, происходит контакт крови с чужеродной средой, возникает системный воспалительный ответ. Он, конечно же, нивелируется и во время операции, и после операции препаратами, но, тем не менее, системный воспалительный ответ есть, и он тоже достаточно серьезный. Параллельно, примерно 15-20 лет назад активно начали развиваться так называемые транскатетерные вмешательства или эндоваскулярная хирургия. Преимущество этого метода заключается в том, что устройство в сердце или в коронарной артерии доставляется через прокол, как правило, в бедренной вене, вот вы видите, в бедренной вене или в бедренной артерии, и на специальной трубке, катетере устройство, стенд, к примеру, доставляется в то место, где необходимо, под контролем рентгенографии, и открывается стенд, оставляется на месте, и операция завершается. Больному не надо выполнять разрез грудной клетки, как правило, даже больной не интубируется, не помещается на аппарат искусственной вентиляции. Недостатком этого метода заключается то, что катетеры представляют собой гибкие полимерные трубки, и манипулировать с помощью таких трубок тканями, выполнять полноценную реконструкцию клапана сердца или какой-то другой структуры крайне сложно, если не невозможно. Поэтому пока транскотетерная операция ограничена именно доставкой устройств. То есть вы можете доставить стенд, оставить в коронарной артерии, вы можете доставить большой стенд, вот здесь показано протезирование ортального клапана, оставить в ортальной позиции и так далее. Но вы не можете выполнить реконструктивную операцию, полноценную реконструктивную операцию, которую хирург выполняет на открытом сухом сердце. Когда мы начали заниматься этим проектом, идея заключалась в том, чтобы сделать возможным реконструктивные операции, которые в настоящее время выполняются только на открытом сердце, сделать возможным такие операции на работающем сердце, без его остановки, без того, чтобы подвергать пациента тем осложнениям, которые возникают после искусственного коробращения, особенно у маленьких детей. Для того, чтобы осуществить такую цель, нужно решить как минимум две задачи. Первая – необходимы специализированные инструменты и доставляющие устройства, потому что традиционными хирургическими инструментами, иглодержатель, пинцет, даже эндоскопическими, эту задачу выполнить практически нереально. Эти инструменты должны быть похожи по эргономике на хирургические инструменты или на транскатетерные устройства. Они должны давать какой-то тактильный фидбэк, тактильные ощущения, потому что хирург работает не под контролем прямого зрения, а под контролем имиджинг. Они не должны интерферировать со средствами визуализации. И в идеале они должны давать так называемый стереобилити. То есть хирург должен достигать тех целей в желудочке сердца или в какой-то другом камере сердца совершенно спокойно, без каких-то препятствий. Это одна задача. Вторая задача – это визуализация. Поскольку операция осуществляется внутри бьющегося сердца, кровь постоянно циркулирует, сердце не сухое, мы должны видеть инструменты, мы должны видеть те анатомические структуры, над которых мы работаем, движущиеся анатомические структуры. Естественно, визуализация должна осуществляться в реальном времени, она должна быть с высоким разрешением, она должна быть трехмерная. И мы должны видеть структуры в той позиции, к которой хирург привык. То есть если это метральный клапан, то это вид сверху, если это межпредсердная перегородка, то это вид со стороны правого предсердия и так далее. Ну и, конечно, в идеале, если еще мы сможем сделать какой-то постпроцессинг, улучшать ту картинку, которую нам дает машина, то это было бы совсем замечательно. В качестве основного средства визуализации мы выбрали трехмерную эхокардиографию, трехмерный ультразвук. Здесь вы видите два видео. Первое – это цветной трехмерный доплер, это еще со старой машины картинка, как вы видите здесь, 2005 год. То есть это 11 лет назад, один из первых наших экспериментов. Здесь еще трехмерный доплер не в реальном времени, это реконструкция семи последующих циклов машины. Сейчас уже машины дают трехмерный доплер в реальном режиме времени. Это дефект межпредсердной перегородки на животное, вот красный доплеровский поток на нас идет, на датчик. Мы видим очень четко границы дефекта. Это трехмерная эхокардиография через пищеводное у пациента, пролапс метрального клапана. Вот здесь хорошо видно, может быть, если свет немножко приглушить, потому что еще будут видео, чтобы лучше было видно. Пролапс метрального клапана, здесь отрыв хорды, и очень хорошо виден пролабирование этой створки. То есть в норме метральный клапан полностью замыкает пространство между левым пресердием и левым желудочком, не давая обратному току. Здесь хорды оторвались, и если вы представляете, у парашюта оторвалась хорда, парашют пролабирует назад, и кровь возвращается назад в левое пресердие, частично, чего не должно быть в норме. Преимущество эхокардиографии трехмерной заключается в том, что достаточно просто получить картинку, по сравнению с МРТ и КТ, не такая громоздкая аппаратура, только датчик необходим и машина. Можно сфокусировать на той структуре, которая необходима, получается картинка трехмерная, можно ее крутить, показать хирургу тот вид, который необходим. И мы выбрали это в качестве основного средства визуализации. Начали мы с разработки так называемых handheld устройств, нероботизированных устройств обычных, механических, ручных, как самых простых. Сначала мы разработали устройства для закрытия септальных дефектов, межпресердных, межжелудочковых дефектов, но я не буду на них останавливаться. А вот это интересный проект, который мы начали работать достаточно давно и до сих пор еще продолжаем, по коррекции пролапсометрального клапана. Традиционно хирургическая коррекция осуществляется пролапсометрального клапана. Это резекция створки, то есть вот здесь показана операция. Вот это пролапс, иссякается та ткань, которая пролабирует, и остатки створки сшиваются. Это один из видов операции. Другие это искусственные хорды, еще какие-то процедуры по угнишению пролабируемого сегмента, например, плекация. Но все эти процедуры осуществляются на открытом сердце. Есть попытки работ по коррекции пролапса на работающем сердце. Здесь вот представлен так называемый майтро-клип. На него возлагались достаточно большие надежды, но проблема заключается в том, что этот клип, наподобие вот этого стича, он скрепляет и пролабируемую створку, и переднюю створку метрального клапана, которая здоровая. Это во-первых. А во-вторых, поймать на работающем сердце пролабирующую створку с помощью этого клипа достаточно сложно. И поэтому в основном сейчас этот клип применяется при другом виде регургитации, при так называемой ишемической регургитации, а при пролапсе применяется достаточно редко. Мы сделали так называемый лифлет плакейшн-клип. Достаточно несложное устройство представляет собой как бы скрепку из металла с памяти формы нитинола. То есть он закаляется, это проволочка, которая закаляется в специальной форме. Идея заключается в том, что ручки этой скрепки подаются в настоящее время сверху со стороны левого предсердия. Ручки протыкают створку, проникают на нижнюю левожелудочковую поверхность, петелька остается сверху. И потом ручки просто складывают пролабированный сегмент. То есть вместо того, чтобы иссекать пролабированный сегмент, мы его просто складываем и этот клип оставляем имплантированным. Здесь демонстрация экс-виво, это сердце животного. Вот клип в заряженном состоянии, ручки взводятся. Мы доставляем клип на место, протыкаем створку. Вы видели в самом начале регургитации обратный ток из желудочка. Сейчас мы складываем створку, оставляем клип на месте. И когда снова мы нагнетаем жидкость в желудочек, уже регургитации никакой нет. При этом, если мы этот клип удалим, будет снова очень серьезный обратный ток крови. Вот как вы видите здесь. Это наше первое доставляющее устройство, это типы клипов. Мы сделали первые операции на животных. Вот здесь доплеровский поток очень выраженной регургитации через створку. А это после того, как мы имплантировали клип, здесь видна его тень. Практически минимальный ток. Потен, кстати, мы недавно получили, буквально три недели назад. Сейчас мы продолжаем работать над этим проектом. Первые наши клипы были изготовлены из нитеновой проволоки. Сейчас мы изготавливаем с помощью лазерной резки. И эта методика нам позволяет добавлять самые разные структуры для более хорошей фиксации клипа на створке. То есть зубчики, крючочки, чтобы клип был зафиксирован на створке в течение длительного времени без какой-то подвижности. Далее мы начали разрабатывать непосредственно роботизированные платформы. К сожалению, видео чему-то не играет. Ну, поверьте мне на слово, здесь движущийся метральный клапан. Для того, чтобы работать на, например, кольце метрального клапана, которое постоянно двигается. При каждом сокращении сердца кольцо метрального клапана находится в движении. Идея заключается в том, если хирург будет подходить к кольцу метрального клапана с инструментом, а кольцо при этом двигается, и хирург начинает работать, хирург просто повредит эту ткань. Особенно при длительном воздействии. Идея заключалась в том, чтобы создать инструмент, который будет компенсировать это движение каким-то образом. Для того, чтобы подступить к этой задаче, мы сначала проанализировали движение кольца метрального клапана. Оно достаточно известно было. То есть это такое сложное движение. Но мы хотели посмотреть, есть ли какая-то преддоминантная ось. И выяснилось, что действительно есть. Это в основном происходит по одной оси. Ускорение достаточно не очень серьезное. И средняя скорость не очень высокая. Таким образом мы можем сделать устройство, которое будет компенсировать это движение. И был создан так называемый Motion Compensation Instrument. Это инструмент с линейным мотором, который приводит движение непосредственно с шафт самого инструмента. А на конце находится датчик силы. Этот мотор позволяет делать ускорение и позволяет осуществлять движение инструмента, который перекрывает нативные движения метрального клапана. Таким образом, здесь, к сожалению, тоже видео почему-то не работает. Но поверьте мне на слово опять. Здесь это трехмерная кардиография. Вот здесь вот это кончик инструмента. Не очень хорошо видно. Вот этот зеленый крестик. Алгоритм считывает положение кончика инструмента в объеме трехмерной кардиографии. Дальше компьютерный алгоритм считывает то анатомическую структуру, положение той анатомической структуры, которая находится непосредственно напротив инструмента. Вот эта красная точка. И дается команда на мотор. И мотор начинает движение инструмента с той же скоростью и с той же траекторией, с какой движется структура. И таким образом, когда хирург подходит к анатомической структуре, инструмент движется с той же скоростью, То есть хирург начинает работать на кольце, не повреждая его, или на другой какой-то анатомической структуре, не повреждая его. Это был начальный наш алгоритм, так называемый Image Based Алгоритм. Но проблема заключалась в том, как только вы подходите к этой анатомической структуре, как только вот это пространство нивелируется, то есть здесь нет черного пространства, здесь на самом деле кровь, между кончиком инструмента и анатомической структурой, Image Based Алгоритм перестает работать. Потому что для его эффективной работы нужно вот это вот черное пространство между двумя белыми пространствами, условно говоря. Был разработан так называемый forced-based алгоритм, который считывает силу на датчике силы, который находится на кончике инструмента. И здесь мы проанализировали, насколько эффективно он работает. Здесь хирург сначала пытался мануально, без применения этого алгоритма, держать определенную силу константную на ткани. Но вот, как вы видите, здесь не очень хорошо получается. Разброс примерно плюс-минус 2 ньютона, что иногда может быть критично, особенно когда вы работаете на деликатных тканях. Здесь уже привключено forced-контроль алгоритма. И здесь более интересный так называемый fit-forward-force-контроль алгоритм. Практически нет колебаний, и хирург может спокойно работать на тканях. Следующий слайд всегда долго грузится. Это другая система роботизированной доставки, так называемая concentric tube robot. Идея заключается в том, чтобы доставить устройство через периферические сосуды. Доставить инструменты и устройство через периферические сосуды. Motion compensation инструмент и подобные инструменты все равно это прямые инструменты. Мы можем заходить в полость сердца только через стенку сердца. А здесь уже следующий этап работы, когда мы можем доставлять инструменты через прокол в периферическом сосуде. Например, здесь через внутреннюю юремную вену у ребенка мы можем доставить устройство. Эту работу мы делали совместно с лабораторией Пьера Дюпонта, который был сначала в Boston University. Сейчас он у нас работает в Children's Hospital. Это на самом деле система нетеноловых трубок с разным диаметром, разной жесткостью и разной кривизной. Некоторые трубки управляемые, некоторые трубки пассивные. Вот здесь три трубки. Две из них управляемые и одна пассивная. С изменяемой кривизной и последняя с фиксированной кривизной. И такая вот телескопическая система, которая управляется системой моторов роботизированной, позволяет доставлять те устройства, которые нам необходимы, в полость сердца. В частности, в полость правого предсердия. И при этом эта система достаточно жесткая. Таким образом, те инструменты, которые находятся на конце этих трубок, мы можем с помощью этих инструментов уже спокойно работать с тканями. Не так, как возможно работать с помощью катетера. Какие же инструменты мы можем посадить на эту миниатюрную трубку? Диаметр этого катетера, диаметр этой трубки чуть больше миллиметра. И мы сотрудничали с компанией Майкрофабрика, которая находится в Калифорнии. Они изготавляют так называемые MEMS-устройства. Это Microelectromechanical Systems. Здесь, вот здесь, Scale. Поверьте мне, это 1 миллиметр, это 500 микрон. То есть, это полнофункциональное устройство. Это для соединения тканей. Это так называемый дебридер для удаления тканей. Это щипцы для биопсии. Миниатюрные устройства металлические, но при этом абсолютно полнофункциональные. То есть, вы можете работать с тканями. Они изготавливаются примерно по тому же принципу, как изготавливаются компьютерные чипы. Наносятся на подложку металл, из которого изготавливается инструмент. И дополнительный, так называемый, sacrificial металл. Послойно это происходит. После того, как все слои закончены, sacrificial металл удаляется электрохимическим путем. И остается вот такая трехмерная структура нашего инструмента, нашего полноценного инструмента, которым мы можем работать. Где это может применяться? Две основных задачи, которые решает хирург. Это удаление тканей или соединение тканей. При удалении тканей, например, в хирургии плода, в фитальной хирургии, если мы зайдем в такие микроинструменты, мы удалим какое-то количество ткани. Это очень поможет, особенно при очень тяжелых пороках сердца, которые нужно коррегировать еще в внутриутробном периоде. При взрослых, при, например, работе на ортальном клапане, на метральном клапане, при каких-то других пороках. У детей при удалении эндофибролостоза – это та ткань, которая возникает как выстилка, такая жесткая выстилка в желудочках, не дающая расти желудочку. Соединение тканей – это вторая задача. Здесь достаточно большой спектр как от самых простых пороков – это закрытие открыто-овального окна, например, так и коррекция клапанов. Ну вот мы начали… тоже здесь видео нет, надо было мне с компьютера показывать, извиняюсь. Здесь картинка по удалению ткани, это под контролем эндоскопа, вот это нос инструмента, здесь находится так называемый тишудебридер, вот это его фотография. Здесь диаметр чуть больше 500 микрон, и происходит удаление эндокарда, вот это эндокард. Происходит очень четкое, послойное, прецизионное удаление эндокарда. Это опять-таки на свином сердце. Здесь микротагл. Вы видите, это размер, это одноцентовая монетка, очень маленькое устройство. Закрытие открытого овального окна – это эксперименты, которые мы проводили на животных. Микротагл был доставлен с помощью как раз концентриктивного провода. Ну и несколько слов о той проблеме, которой я занимаюсь в последнее время. Это новые способы терапии при сердечной недостаточности. Как вы знаете, сердечная недостаточность является очень серьезной проблемой. По американской статистике до 55 тысяч смертельных случаев в год. Еще 280 тысяч в год сердечная недостаточность является так называемым contributive factor. Недостаточность левого желудочка – это основная причина сердечной недостаточности. Достаточно хорошо изучена. А вот недостаточность правого желудочка – более редкая, но очень грозная причина смерти во многих случаях. Она еще не так хорошо излучена, особенно терминальная ее стадия. И это является основной целью последних исследований, особенно терминальная сердечная недостаточность, при которой необходима уже терапия в виде трансплантации сердца, трансплантации комплекса сердца и легких, когда уже медикаментозная терапия, хирургическая терапия уже полностью исчерпана. При терминальной недостаточности, будь то правой желудочкой, левой желудочкой, и при отсутствии донорского органа, что практически в большинстве случаев является, применяется так называемый mechanical circulatory support. Это искусственные желудочки сердца, это транскатетерные устройства. Устройства самые разные, интракорпоральные, то есть которые имплантируются в больного паракорпоральные, экстракорпоральные. Некоторые имплантируются хирургическим путем, некоторые являются транскатетерные. Вот здесь представлена картинка, это два искусственных желудочков в сердце, так называемая бивентрикулярная поддержка, то есть поддерживаются оба желудочка, оба желудочка нуждаются в внешней поддержке, потому что их насосная функция уже не работает. Но основной проблемой всех имеющихся в настоящее время в клинической практике устройств является то, что больной должен постоянно находиться на антикоагуляции, поскольку кровь циркулирует через контру устройства, через транскатетерные, или через искусственный желудочек сердца, через поверхности. Постоянно должна быть антикоагуляция, и соблюсти баланс между антикоагуляцией и наличием кровотечения, и наличием тромбоза очень сложно. И осложнения достаточно выражены. Вот здесь статистика одного из последних клиникал-драйлс у детей. Кровотечение до 50%, серьезное кровотечение, клинически значимое кровотечение. Инсульт почти 30%, инфекция 60%. Наша идея заключалась в том, как создать устройство, при применении которого будет минимальная антикоагуляция, или ее, возможно, не нужно будет применять совсем. И идея заключалась в том, чтобы создать искусственную мышцу, которая бы имплантировалась между межжелудочковой перегородкой и свободной стенки желудочка, в данном случае правого желудочка, и помогала нативному сокращению ослабленного желудочка. Это устройство доставляется через минимальный разрез грудной клетки, через миниторакотомию, под контролем того же самого трехмерной эхкардиографии, фиксируется на перегородке, фиксируется на свободной стенке. И вот здесь вы видите, как оно уже работает. Это экс-виво, вернее, даже инвитро. Здесь сокращение порядка 13%. А это первый эксперимент в экс-виво, в свином сердце. Первый эксперимент достаточно хороший. Сейчас мы проводим уже трайл на животных. Ну и в конце несколько слов о дополнительных средствах визуализации. Это кардиопорт, который мы создали для доставки инструментов и дополнительной визуализации внутри камер сердца в дополнение к эхкардиографии. Дело в том, что эхкардиография все равно имеет достаточно минимальное разрешение по сравнению с эндоскопией. И, кроме того, металлические инструменты, такие как Metal Mems девайсы, очень сложно визуализировать при помощи эхкардиографии. Кардиопорт вводится в полость сердца через обычный доступ. Мы можем визуализировать, здесь вот вы видите доступ. Мы можем визуализировать непосредственно анатомию. Здесь дефект межпресердной перегородки. И мы можем визуализировать даже самые минимальные металлические структуры в полости сердца с высоким разрешением. То есть эхкардиография все равно используется как средство визуализации больших объемов. То есть мы используем как Navigation Map, как GPS, GLONASS, что ли, чтобы понять, где мы находимся, куда мы движемся. А когда мы уже находимся в том месте, на котором нам необходимо работать, мы используем кардиопорт и кардиоскопию. Ну и в конце последний слайд – это анализ изображений и стерджикл пленнинг. Здесь эхкардиография стандартная с левой стороны. Это примерно разрешение 30 Гц. И вы видите, что клапан движется значительно быстрее. Створки клапана движутся значительно быстрее. Особенно у маленьких детей, у которых частота сокращений у новорожденных достигает, например, 150-160 ударов в минуту. Совместно с Computer Scientist был разработан алгоритм по перестановке кадров на основе электрокардиографии. То есть электрокардиография является таким таймстэмп. И кадры эхкардиографии переставляются из многих циклов в один цикл. И таким образом увеличивается временное разрешение. Здесь вы видите увеличение до практически 500 Гц. И мы видим уже движение и створок клапана, и межелучковой перегородки. Это артальный клапан и многих других структур с значительно высоким временным разрешением, что позволяет проводить диагностику лучше и планирование соответственной операции. Вот здесь короткое описание, как работает этот алгоритм. Ну и в заключении, на наш взгляд, хирургические вмешательства, роботизированное хирургическое вмешательство на работающем сердце возможны. Некоторые из этих устройств мы уже планируем применять в клинике, в частности, кардиопорт, наиболее близок к клиническим применениям. И пока еще ни одной из них мы не применяли. Мем с устройства будут применяться впервые, скорее всего, не на кардио, не в кардиохирургии, а в других областях хирургии. Но, тем не менее, мы уже очень близки. На наш взгляд, эта методика является лучшей альтернативой тем методикам, которые есть сейчас на открытом сердце и транскатетерным процедурам. И самое главное, что я бы хотел сказать, что разработка таких устройств, средств визуализации невозможна без коллаборации между клиницистами, фундаментальными учеными, инженерами и индустрией. Мы, в частности, очень много работаем с компанией Philips. И здесь, видите, на этом слайде очень много людей участвовало в этом проекте из самых разных институтов и компаний. Спасибо большое. Спасибо.